Нет свободы воли, нет свободы выбора, нет выбирающего и выбора, что поделаешь, все сделано уже, и все уже происходит, все происходит. И почему эти вопросы, что мне делать с моей жизнью, когда я и есть та жизнь, которая уже происходит, кто вот этот, который верит, что у него есть свобода воли, свобода выбора. Вот что мы здесь ищем. Это и есть самоисследование. Исследование. То я, которое мы исследуем, это эго. И тот, который исследует, это эго. Они говорят по-итальянски, она переводит ему. Извините. 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 Своя реальность. Извините. И потом я, которое не эго, которое не отдельно, которое не дуально, остается. Ты же сказал, что нет вопросов, нет ответов, но в действительности это как замкнутый круг. Потому что все ответы для эго. И эго будет играть с ответами. И тогда эго будет думать об этих ответах. И тогда оно будет искать еще больше ответов. Спрашивать еще больше вопросов, чтобы было еще больше ответов. А ответы это значит, что знание. Больше о чем подумать. И это просто как извинение, чтобы продолжать думать. Карма. Судьба. Чакра. Тантра, мантра, янтра, инкарнация, освобождение. Все вот это. Никогда не заканчивается. Это как собака, которая бегает за своим собственным хвостом. А что об этом? Вот что об этом? Тогда кто эта собака? Кто этот вопрошающий? Поставь под вопрос вопрошающего. Сомневайся в сомневающемся. Не ищи истинное Я. Ищи ищущего. Кто это ты ищущий? Ну вот то, что мы ищем. Потому что истинное Я, оно здесь. А индивидуальное Я только кажется, что оно здесь. А только появление в сознании, это и есть мысль. Но в конце концов, вопрошающий тоже заканчивается. Потому что этот вопрошающий, он свободен от мыслей, от вопросов, от всего. Это и есть Я мысль. Это самая такая утонченная мысль. Это самая утонченная идея и чувство индивидуальности. А вопрошающий спрашивает, кто я есть? И он ждет ответа. И потом он понимает, что я есть. Этот ищущий сам по себе. Он наблюдается. Да я не могу быть ищущим. Когда я наблюдаю за ищущим, я наблюдаю ищущего, как я, то, что я ищу. Как то я, которое я ищу. И тогда этот субъект тоже исчезает. И что остается? Ни субъект, ни объект. Это и есть твое истинное Я. Тогда нам надо держаться за этот вопрос. Это даже не вопрос, это омерение. И тогда ты приносишь сознание в осознанность, в существование. Но не существо, потому что это не существо, это осознанность. Можно назвать это атма. Пока ты не поймешь, что это и есть твое истинное Я. Это не что-то, что ты сознаешь. Это сознание самого себя, как тишина, как... Это единственный инструмент, который у тебя есть. Сознание. Не ум. Не ум. А ум, он не полезен для реализации. Ум должен уйти. И что остается? Сознание. И потом из-за сознания ты становишься сознанным самого Я. Это означает, что ты все игнорируешь. Объекты. Оставь его в покое. А ум есть. Оставь его в покое. Ты не тот, который может контролировать тело. Мы не можем контролировать ум. Он не может быть контролируем. Нет пульта, которым можно им управлять. И нет пальца, который может нажимать на эти кнопки. Забудь о теле, забудь о мире, забудь о уме. И автоматом, как сознание будет направлено на Я. И потом ты сознаешь бытие, и тогда этот пазл будет целым. Есть мир, тело, ум, энергия, сознание и тишина. Все это. Это одна вещь. И все это Я есть. Тогда кто осознает и что? Даже вот этот вопрос исчезает. Если Я и есть Ты, тогда кто осознает и кого? А это остается три последних вопроса. Мой учитель мне это сказал. Это будут твои последние три вопроса. Кто сдается кому? Кто служит и кому? И кто исследует и для чего? Басишта это тоже сказал. Появление мира такое же иллюзорное, как голубизна неба. И самая лучшая вещь, которую мы можем сделать, это игнорировать его. Ты игнорируешь все. И на автомате ты так же игнорируешь самого себя. Ты забываешь обо всем. И потом ты помнишь, кто ты есть. Я не знаю, как это сделать еще более сложно. Этот вопрос. А что делает его таким сложным? Все вот эти знания, которые у тебя есть. И это поэтому самое лучшее, что ты можешь делать. Забудь обо всем. Я просто разговаривал со своим братом, пока сюда шел. Об этом эксперименте, который доказывал, что нет свободы воли. Они поместили человека в машину. И задали ему простой выбор. Даже не сложный выбор был, а у него простой выбор. Ванилы, ванильная или шоколадная. Нью-Йорк или Китай. Голубой или красный. И так далее. И тогда ему дали две кнопки, на которые можно было называть, которые означали да и нет, да и нет. И за семь секунд до того, как этот человек нажал на кнопку, решение было принято за семь секунд до. То есть, они даже знают до этого выбирающего, какой будет выбор. Давайте скажем, что есть выбор. Но нет выбирающего. Есть только выбор. Это есть только то, что бы ни выходило на поверхность. Пока они не находят движение энергии. И потом эти нейроны активируются. И потом это производит движение в теле, которое называется выбор. То есть, человек, который хороший, у него нет выбора, как оставаться хорошим. У человека, который плохой, нет выбора, как оставаться плохим. То есть, человек, он не ответственный за то, кем он является, каким бы он там ни был. То есть, если я хороший, тогда я делаю себя... If I am good, I make you bad. No, if I am good, and you are bad, and then because you are with me, you become good. This is not responsible for that. This is just a cause and effect. It is a cause and effect. Action to reaction. It is a unitary movement. When you understand that, forget about it. And then you are in peace. And then you are in peace. Not happy. You are not happy. But peace. Even if you are not happy. And even if you are not happy, you are not happy because something is not pleasant. It's right. Or we are happy because something is pleasant. So what we call it pleasant? And we call happiness, it's pleasure. И то, что мы называем счастье, это удовольствие. А несчастье, это боль. И тогда хорошее и плохое, это то же самое. И потом ты забываешь о хорошем и плохом. И в этом твой покой. Конец конфликта. И конец того, что дайте больше удовольствия, меньше боли. Удовольствие приходит само по себе. И уходит само по себе. И также и боль. Приходит само по себе, уходит само по себе. Даже если ты принимаешь какие-то таблетки, это движение происходит само по себе. Я вот это нашел, когда я учил карате. И я нашел, находил этих парней, которые старались сделать это еще сильнее, сделать движения более быстрыми. И при этом была внутренняя борьба. Просто делай это. И все это придет само по себе. Это я. И это страдание, которое происходит само по себе с практикой. Как даже я, который говорит об этом предмете. Это требовало время, чтобы говорить об этом свободнее. В начале я даже не знал, что сказать и как объяснить. Кто ты и все. Найди. Нет было объяснений по поводу этого. Просто оставайся тихим. Но не все. Не все могут это принять. Не все могут принять это как совет или предложение. То есть это они принимали как авторитарный путь. И потом ты видишь свое тело, которое есть в жизни. И ты видишь, как это жизнь, и она функционирует. И потом ты говоришь из своего собственного опыта. Вы откуда, ребята? Россия. Откуда из России? Москва. Где? Откуда из Москвы? Первое кольцо, второе кольцо, третье кольцо. Я живу в Москве какое-то время. Недалеко от Внуковая. В аэропорт. Нюма, Москва. Новая Москва. Московский. Московский микропордион. Это он жил в Московской, в городе Московской. И какое-то время он жил около Сокольники парка. Есть какие-то вопросы? А вам нет, как? Окей. где можно использовать эго во всем этом. Эго, оно не хорошее, не плохое. Эго – это идея об отдельном независимом существовании. Потому что без эго нет ни я, ни ты. Но это единственное, что эго, оно слишком далеко зашло. Далеко заходит. Потому что я есть ты. Это какой-то типа галлюцинации. Привет, как дела? Приятно тебя видеть. Ты откуда? Я из России, а я из Венесуэлы. Давай путем чашку чар. Пошли. Как в России. Можем мы познакомиться? Можем мы познакомиться? Для России это как полностью… Я нашел это очень вежливая, очень изысканная культура. Можем мы стать друзьями. И потом начинается отношение. Потому что жизнь – это одно движение. Нет двоих. Ты кто? Ты откуда? Мы можем пожениться. И потом кажущиеся отношения начинаются. То есть это индивидуальное я, вот этот личность – это образ, воображение. Когда эго исчезает, есть типа индивидуальности. Но ты понимаешь, что это иллюзия. И потом это просто как веселье. Но проблема в том, что эго далеко заходит. Я отдельен от тебя, я независим от тебя, я не такой, как ты. И потом начинается конфликт. Это эго. Эго – это просто я, есть это тело. Вот это сознание. Коллективное. Потому что сознание не может разделяться на части. А эти вещи, они даже не соединены. Это есть единая масса жизни, которая называется сознание. И потом отождествление приходит. И приходит идея, что вот у этого есть отдельное, независимое, автономное, индивидуальное существование. Что я здесь, а ты там. Это я мысль. Это вот то, что я думаю, я есть. Я и есть. Я думаю, что я вот ограничена вот этой вот определенной вещи. Что я здесь. Что я здесь. А ты там. И я отдельен от тебя. И я не такой, как ты. Я не нужна, я независим от тебя. Вот это пространство, оно даже не разделяет нас. Если твои чувства, они достаточно утонченные. И ты увидишь между нами какое-то даже существует электричество, какие-то энергетические узоры. И вот это вот пространство, это просто энергетическое поле. И это тело, это просто паттерны, которые двигаются определенным путем, в соответствии со своими предрасположениями, и которые приводят движение вот этой энергии. И в зависимости от изменения частоты вот этой энергии, вот эти паттерны поведения тоже изменяются. Так кто за все это отвечает? Мы даже не можем сказать, что есть кто-то, который называется Бог, который отвечает за все это. Тогда у нас есть и Бог, и это. И чем больше ты понимаешь, тем больше ты запутанности. И потом, чем больше ты запутываешься, ты говоришь, ты знаешь что? Забудь обо всем. И это что значит? Это значит сдача. И теперь что? Ешь свой чипати или что тебе там нравится. Или пей свою воду. Ну все, что там тебя заводит. Вот это эго и все. Ну вот мой учитель, и я его так любил, и до сих пор я его люблю. Он объяснял все очень простым путем. И он был просто, все, все очень просто объяснял. И даже вот Бааба тоже очень все просто объяснял. Мы приходили на сатсанку, нам давал маленькую Марку. Маленькую Марку с фото Бабы. И четыре строчки было написано на обратной стороне. И вот он говорил, что здесь вот в этих четырех строчках содержится вся суть Веды. Это было действительно взрыв мозга, потому что Веда это же такой длинный текст. И на первой строчке было написано, и один вопрос написано Дэхам. И ответ был Нэхам. И другой вопрос был Кохам. И ответ был Сохам. И все. И я говорил, Господи, это столько просто. Правда ли, что моя реальность ограничена вот этой определенной формой? Дэхам. Дэхам. Нахам. Кохам. Сохам. А я есть то, что я есть. Я есть то, что я есть. Вопрос, он очень интересный, потому что в вопросе содержится ограничен ли я вот этим телом. То есть по вопросе нет отрицания, что я не тело. Реальность ли моя ограничивается вот этим телом. Баба сказал, ты не один, а три. Первое, что ты думаешь, ты есть тело. А второе, это то, что люди думают, ты есть ум. Это вот эти вот характеристики, хороший, плохой. И третье, то, что в действительности ты есть. Осознание. То есть ты не три, а один. Это означает, что три – это одно. Тело, ум и истинное я. Это не три отдельные существа. Один неделимый узел. Это вот и есть красота его наставничества. Вот это очень простое обучение. И есть что-то, что называется нети, 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 нети. Не это, не это, не это, не это. Это для того, чтобы тебя просто соблазнить. Это для того, чтобы ты сам поднял вопрос внутри себя. Ты не это, ты не это, ты не это. Ты не это, ты не это. И потом учитель просто ожидает, когда ты поднимешь сам этот вопрос. И потом кто-то говорит, если я не это, тогда кто я? Потому что это и есть сама суть обучения. То, что учитель делает так, что ученик с помощью своего собственного исследования находит ответ. То есть нет ничего более сильного, когда учитель говорит себе, что ты вот это. И потом ты веришь на то, что я говорю. И тогда ты выходишь отсюда, в другой еще вера. Я вот это, я вот это. Я истинное я, я Бог. Это просто слова. Ты веришь в него. Это факт. Но ты веришь в него. То есть это еще не факт для тебя. Но вот что соблазнить тебя, и чтобы ты поднял этот вопрос, кто есть я? Я не знаю. Я тоже. Но для тебя кажется, что и все еще это проблема. Я не знаю, кто я есть, я не знаю, кто я не есть. Я не знаю, кто я не есть. Вот мой паспорт, ты притворяешься, что ты как все остальные, а иначе люди подумают, что ты куку-банан, ты просто притворяешься, что у тебя эго, знаешь, что у тебя его нет, привет, как приятно тебя увидеть, ты будешь хорошим слушателем и фантастическим притворщиком, ты просто играешь, у тебя нет выбора, кто я, я не знаю, это и есть ответ, я не знаю, потому что когда ты спрашиваешь этот вопрос, ты отвечаешь, я не знаю, потому что твоя тождествия не ушла, потому что нет этого, что я женщина, что я там откуда-то, что я из Киргизии, что я мусульманка или христианка, что я доктор, ты же доктор, да? Любая тождественность, все, что ты думаешь, что есть, исчезает, и что остается, просто знание о существовании, ты забываешь все, ты не можешь забыть, что ты есть, это понимание, она кажется очень счастлива, не знание, это просто существование, существование чем, даже говоря, я вот то, это полправды, но на какое-то время ты говоришь, я вот то, я вот то, а что ты будешь делать, что ты думаешь, что ты не являешься, ты тоже этим являешься, то есть я оба, и форма, и бесформенная, сознание и осознание, без изменения изменяемое, абсолютное и относительное, причин и результат, творец и создаваемое, мой отец и я, одно, осознание и сознание, одно, и потом, и потом, даже вот это исчезает, если они одно, и тогда и сознание, и осознание, это просто концепция, и даже отец, и все это теряет свое значение полностью, потому что ты живешь в обществе, в этой культуре, которая функционирует вот этим путем, again, for safety reasons, ты притворяешься, ты притворяешься, что ты... ты притворяешься, что ты... это вот подтверждение, слов Махарши, Романа Махарши сказал, в конце, он сказал, что в конце ты будешь смеяться, 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 когда ты поймешь, как смешно, и как просто все вот эти вещи, не понимаю, ты будешь смеяться над съемлем, не знаю, что смеяться над вами. Ты был рад. Ты и все еще, работал над этим, что ты есть, ты ищешь, inski, он сказал, он в другом... он сказал, что нужно быть твердым, он сказал, что смеяться, смеяться. ШансидосендAntonis Tapi, шансидосендарную, Она даже не знает, на чем она смеется. Она не смеется из-за того, что происходит. Это энергия, да? Это энергическое движение. Она лучше учиться, чем я. Но духовность, она такая серьезная. А духовные люди тоже очень серьезные люди. Видел ли ты что-то более серьезное? Что-то более серьезное, чем медитирующий. И не будь там, чтобы беспокоить этого медитирующего во время его медитации. Я помню. Я пошел в Мандир один раз. Но ты был давно уже. Мандир один раз. И это было серьезное. Кто? Духовные люди приносят такой духовный чемоданчик, наборчик для обезболивания. Это парень вот так вот сел и набор положил рядом с собой, но он что-то не чувствовал себя комфортно, что-то его все время беспокоило, смотрел вокруг, что-то такое, но это было как большое шоу, тогда он закрутил свой турбан. И потом я увидел, да, он теперь готов, все равно чувствовал себя некомфортно. И веришь ты в это или нет, достал эту шкуру тигра из своего, а он хотел изолировать себя еще больше от того, как он верил в себя, кто он является. Но кто-то там смеется. И потом он достал вот эти вот беруши и засунул себя в уши. И я подумал, да, это уже работает. Все равно он был несчастный. И тогда он достал какой-то еще, там закрыл свое тело. И все равно он не чувствовал себя. И потом он все, в конце концов, положил обратно в чемодан и всех обвинил в том, что он не почувствовал себя комфортно. Вот это ищущий, который старается просветлеть это эго, который хочет пережить опыт, который он никогда не переживет. Никогда не сможет испытать состояние без эго. Эго исчезнет. Но как эго может пережить свое существование без эго? В этом красота и исследование. Ты можешь вот так вот лежать. И потом она смотрится, как будто она сумасшедшая. А мы все здоровые. А это вообще смех от ведьмы. Поэтому мы ее сжигали. Потому что эго говорит, что-то с тобой не так. Это ненормально. Что это такое ваше счастье? Что это такое счастье? Нет беспричинное счастье. Все вот это просто усиливает вот эту идею «я есть тело». И дает впечатление, что тело может реализовать состояние без тела. Нет никакого шанса. Потому что тело даже не знает, что оно существует. И ум не знает, что оно существует. И энергия не знает, что оно существует. И сознание все вместе, оно не знает, что оно существует. Есть осознание, которое знает, что есть сознание. И это сознание с помощью сознания оно понимает, что оно существует. А также, видите, I came here and I thought, I didn't know anything about all these things. I rather know that when I came for the first time, I looked like lost. А то есть, когда мой брат знает, что когда я сюда приехал, я вот не знал, что такое там мукти, мукша и все такое. Проблема была в том, что никто не мог мне объяснить нормально. И я видел три статуи Будды, которые привлекли мое внимание. То есть, я делал какой-то бизнес в Венесуэле, то есть, я покупал вещи в Индии и продавал в Венесуэле. И тогда я пошел в тибетский магазин. И посмотрел на всех вот эти статуи и сказал, все эти ребята это Будды. А потом мне было вот интересно, какой из них действительно сериальный. Одна статуя Будды, вот там Будда очень такой худой, такой весь зажатый. Все одни там кости и кожей кости. А я сказала, что там произошло с ним? А, он на скезе, в аскезе сейчас. Он не ест, ничего не пьет. Он вещь дожатый. А, он веритואׇ, что это будет увлитый и поговорит. И это будет комфортно. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И еще один Будда есть Большой животик у него Бежит на полу Огромная улыбка Это уже такой Будда, который Кому какая разница Обо всем вот этом Это естественный ответ Но даже Баба, когда он был с иностранцами Он все время смеялся И шутил Потому что иностранцы Они более выражают Могут выражать свои чувства А индусы они вот такие вот Но западные Они могут больше смеяться громко И потом он шутил с иностранцами И иностранец смеялся И баба сказал Тише, тише, тише Индусы могут услышать Индиансы могут услышать Индусы могут услышать Вот это все И они подумают, что мы вот такие Это просто культурные вещи Я не говорю, что индусы они не правы Я не говорю, что индусы они не правы И что западные они правы И что западные они правы А что такое нормально В любом случае, ты знаешь Скажи, ты же доктор Доктор Что такое нормально Что такое нормально Что такое нормально Что такое нормально Что такое Что такое Ну а ты что Не смеется Что такое Что такое Что такое Субтитры создавал DimaTorzok 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 И то, что ты хочешь, это даже не то, что ты хочешь, это то, что они сказали тебе хотеть. И твои мечты, это их мечты. То есть они не могли их исполнить, тогда ты лучше их исполнишь. У нас потом врачи, родители тоже врачи. Мы имеем врачи. Мы имеем врачи. Мои родители были врачи, мои родители тоже врачи. Мой отец тоже хотел, чтобы мы все были юристами. Но когда я был маленьким, я не хочу быть как ты. Помнишь, когда мне было пять лет, и мы жили в Альто Прадо, но они жили где-то там в каком-то месте. Я был очень злой, мне было три-четыре-пять лет. И я помню, что у меня на мне была вот моя пижама. И я был одет в пижаму с маленькими пижатами, и я сказал все, я ухожу из дома. Но я был слишком маленький, чтобы уйти. То есть у меня вышел план. Я съем всю вашу еду, и страчу все ваши деньги, вырасту. И когда я буду готов, я уйду. Но мне нужно было поддохнуть до восемнадцати лет, чтобы пойти. Но в перерывах я постоянно куда-то уходил, потом возвращался. Но в то время у меня был конфликт с семьей и со всем обществом. Но в конце концов я понял, что они ничего не могут сами с этим поделать. Их тоже натренировали вот так. То есть они не сознают это. И я тоже. То есть мы в основном одни и те же. Ну и потом конфликт закончился. Но что-то там начало пробуждаться. И начало действовать вот так. То есть вот это восстание против любого формы авторитета. В любой форме вот это должно быть вот так. Это вот так должно быть. И это был мой вопрос. Как я могу быть другим, не таким, каким я являюсь? Почему я вот такой, какой я есть? Почему я должен быть другой? И что со мной не так? Почему я должен быть вот таким, другим? И это создавал конфликт. Почему я должен быть как он? Почему я должен быть как она? Почему я должен быть как друг? Как моих там друзей, какой-то сын и так далее. И как вещи могут быть другими, не такими, какими они есть? Это был мой вопрос с тех пор, как я вот был вот такой. Но я не мог задать этот вопрос никому. Потому что это было для меня очевидно, что если ты поставишь под вопрос авторитеты, тогда ответ будет наказание. Вот так, таким или иным путем. То есть иди ты, иди учись в военную школу. И я спрашивал, что с вами не так? Это был мой вопрос. Но никто не мог мне дать ответ. Только когда я приехал сюда, я нашел ответ. То есть мне нужно было подождать сколько-то лет, чтобы приехать. То есть я искал какой-то механизм. Но я был все время очарован. Очарование было в человеческом поведении. Что-то такое, что или я им не принадлежу, или они мне не принадлежат. Что-то здесь такое. И потом я был и у психологов, и астрологов. У медиумов, капитализм, шаманизм, любых обществах, которые могли мне объяснить. И что я получил в конце, что я не понимал ничего. Здесь нечего понимать. И потом ты говоришь, забудь обо всем. Вот так это работает. Форма просто и произошла. Identity takes place. Suffering comes out of that. Потом, как я могу избавиться от страдания? И кто страдает? И это был конец истории. Нет страдающего. Нет страдающего. Это только мысль. Это культура. Все. Твой интеллект должен быть очень утонченным. Твой мозг, он разработан вот так вот. Копируй и повторяй, копируй и повторяй. Это зеркальные нейроны так работают. То есть ты создаешь, ты влияешь на свою окружающую среду, окружающая среда влияет на тебя. Это вот все так. Люди не понимают, что просветление делает изменения в твоем поведении. А вот это поведение, оно вот такое. Вот это нормально. Ты должен быть таким. А если происходит просветление, это просто прекращение вот этого отождествления любых паттернов поведения. Но вот когда отождествление разрушается, в действительности будет изменение в паттернах поведениях, но они не будут базироваться на определенном формате. И потом многие люди, которые пережили просветление, они говорят, что они не могут тебя найти больше. Потому что пробуждение произошло, огромный взрыв энергии произошел, и оно достигает этой энергии. Энергией твоего мозга, нейронная структура меняется, физическая структура меняется. И я не могу себя больше узнать в этой новой форме. Если ты не адаптируешься с этой системой, которая изменилась, тогда ты будешь ку-ку. Потому что будешь думать, что ты сходишь сама. Ты не сходишь сама. Ты просто изменяешься. Даже от всей клеточной структуры. ДНК меняется. Это удивительно. И потом ты чувствуешь. И это было интересно, потому что вчера я думал. Ученые. И есть святые. Это и есть ученые. А разница в том, что у просветленных у них нет технических слов. То есть они не могут ссылаться на эти слова, что отнести все свои знания к нейронам, к полю, к своему собственному телу применить. Но раньше я слышал, что у меня есть мозг, а сейчас я даже могу чувствовать, что у меня есть мозг. Но иногда, друзья говорят, Цезарь, ты лучше пройди какое-то исследование, потому что у тебя опухоль в мозге или что-то. Иногда физические изменения настолько радикальные и настолько болезненные. И даже после просветления у тебя могут быть другие изменения энергии. В Таиланде у меня даже были судороги. Помнишь, я с тобой разговаривал, когда был в Таиланде? У меня просто все дрожало тем. Это еще одно было физическое изменение. Но это было не изменение энергии, а изменение частоты энергии в основном. Все ускоряется. И изменения происходят очень быстро. Все в общем. Это как ты просто слушаешь новости. Я обычно смотрел новости один раз в неделю. А сейчас я смотрю три раза в день, потому что вещи происходят настолько быстро. И в конце концов бум. И вот это вот коллективно все. Это даже не только люди, а это и деревья, и цветы. Все меняется. И те организмы, которые не смогут адаптироваться на изменения, они не выживут. И те, которые будут приклеены к своей старой структуре, они могут только убить друг друга. И тогда у нас две идеологи, которые воюют друг с другом. Восток и Запад. И то и другое — это идея. Когда у тебя нет идеи, ты даже не подсоединяешься к этому конфликту. И даже когда тебя закроют, ты будешь все равно стараться выйти своим собственным путем. Когда мне было одиннадцать, меня послали в военную школу. И я сказала, о чем все это место? Что я даже делаю здесь? Что вот одиннадцатилетний мальчик делает в этом месте? Это полная невротичная... Глупые люди там. И директор, и все студенты тоже. И я хотел найти свой выход оттуда. И в какой-то момент я сказал, ладно, я здесь осталась. Они сделают из тебя мужчину. Насколько я знаю, я уже мужчина. Маленький, но... То есть определение мужчины. То есть они должны дать тебе концепцию, твою идею о мужчине, чтобы ты должен войти в эту концепцию. Ну и потом я нашел свой выход оттуда. Но в ночи у нас было такое там, мы стояли на стороже, нас как сторожи. И там было три смены. И самое тяжелое время было с часу до трех. И потом те солдаты, которые были ниже позвания, должны были разбудить те, которые выше позвания. Я так говорила, господин, да, вставайте, вот это наш сейчас караул наш. И потом парень вставал, открывал там ящик свой. То есть он садился на свою кровать, чтобы надеть свои там ботинки, свои сапоги. И я увидел его очки, которые лежали на ящике. Поверьте мне, что идея, она вот так вот произошла. То есть я увидела эти часы и тут же подумала бы. И когда парень наклонился, чтобы застегнуть свои ботинки, я схватила эти часы и ушел. И потом парень начал с ума сходить, мои часы, мои часы, где мои часы. На следующий день утром я одел эти часы и так ходил. Иди к директору. Выгоняем тебя из моей школы. Я был хорошим студентом, у меня даже вот такие вещи тут были. Ну и потом была полная парафернель, это публичное унижение. Вы все должны были убедиться, что это очень плохой пример. А, я что ждал, где мое такси? Быстро меня унижайте, я могу ехать быстрее, как можно быстрее отсюда. Вот это эго. Вот это отождествление. Этот образ самого себя. И все, что я вижу, это фильтруется через эту идею. То есть я не вижу, что там. Я вижу, что я думаю, что там есть или что там нет. Когда все это исчезло, ты никогда не знаешь, что там есть. И как это? Ты просто смотришь на вещи. Ты просто воспринимаешь вещи. Но ты не думаешь о них. И опять же. Если кто-то тебя спрашивает, на что ты смотришь. Я смотрю на деревья. Из причин безопасности, а иначе я подумаю. И из практических целей тоже. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Мой папа. У него есть солица. 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 Комплейка. Иисус говорил о том, что приближать к Царству Божьей. Нужно, конечно, двоих дыхания, чтобы спасти свою душу. О чем это все? Иисус говорит, что, чтобы достигнуть в небе, мы должны purify ourselves и предупреждать наши sins. Иисус не говорил это ничего. Иисус не говорил это ничего. Иисус не говорил это ничего. Юлия. Юлия. Юлия, где где? Это русский вопрос? Да, хорошо. Смотри, я не знаю, что Иисус говорил ли это. Это более как интерпретация от священников. Иисус сказал. Он сказал, будь спокойным. И ты узнаешь, что Я есть то, что Я есть. Будь спокойным. И ты узнаешь, что Я есть Бог. То есть Он сказал, будь ментально спокойным. И ты узнаешь, что Ты и есть Бог. То есть Я есть здесь. То есть Я есть здесь. То, что Я здесь есть, то, что Я есть там. И ты узнаешь, что Я есть то, что Я есть. И ты узнаешь, 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 что Я есть. Ты узнаешь, что Ты и есть Я есть. Потому что знание, что Я есть, это бытие Я есть. Да, очищение, да. Может быть, он и говорил об этом. Это означало очищение ума. То есть, это значит, избавься от своих мыслей, от идей, от своих веров. И вот это вот царство райское, это не там, где там. Рай — это тишина. И рай — это тишина. То есть, если ты хочешь достигнуть царства небесного, признайся, то есть, исповедуйся, это значит, что посмотри на своего. Признайся самого себе. Что я полон, полон вот этого нонсенса. Посмотри на себя. Что ты полон этих верований. Полон идей. Когда ты увидишь все это, тогда они исчезают. Когда они исчезают, исчезают. То есть, тут же будет вот это вот царство небесное, вот эта тишина. Оно откроется само по себе. Это и есть покой. Это и есть рай на земле. Ты не можешь их разделить. То есть, земля — это значит сознание. А рай — это осознание, это и есть тишина. Это состояние. Это не место какое-то. Это и есть реальное значение того, что «оставайся в покое». То есть, оставайся в покое, тогда ты поймешь свое состояние покоя. Тебе не нужно подождать, пока тело урет. Ты можешь оставаться в покое сейчас. То есть, возрождение — это как будто ты умираешь, то есть, как эго. То есть, ты умираешь то, что ты думаешь, ты есть. И ты возрождаешься тем, кем ты в действительности являешься. Это и есть твое истинное «Я». Буддисты говорят о нирване и самсаре. И говорят, что нет самсаре, нет самсаре, нет самсаре, нет самсаре, нет самсаре, нет нирвана. Нет самсаре без нирваны, а нирвана без самсары. И самсара — это движение в нирване. Нирвана — это значит тишина. А самсара — это значит сознание. И мы не можем их разделить. Они одно и то же. Это движение или не движение. Для того, что двигается и не двигается. Потому что сознание иногда движется, иногда не движется. Сейчас оно активно. Но когда оно активно, тогда оно называется сознанием. И когда оно начинает ускоряться, начинается сновидение. Это появляется подсознательно. Но и так, как оно сейчас двигается настолько быстро, тогда оно достигает той же самой частоты, как его источник. И оно исчезает. И это несознательное. Глубокий сон. Вот это три состояния сознания. То есть сознание может быть активно или неактивно. Двигаться или не двигаться. Но вот этот, но этот источник, сабстрат, свидетель и место, где все растворяется, где для того, которое двигается или не двигается. Вот это нирвана. Это самсара. Которая двигается или не двигается. А вот это нирвана. Вот это сознание. А это истинное я или осознание. Но их не двое, одно. Но в индусы они говорят сад, чит. Не так, чтобы сад и чит. Они говорят сад, чит. Существование, сад. А идентично с сознанием. И идентично это значит не другое и не отличается ничем. Мы осознаем только сознание. Но не осознаем осознание. Для того, чтобы также осознавать сознание. Потом ты понимаешь, что и то, и другое – это одно. И то, и другое – это то, что я есть. Одно из этих – это мой бессмертный аспект. Но я не буду говорить бессмертный. Я буду говорить безизмененный, неизменяемый аспект. Вот это моя реальность. А все вот это – это моя иллюзия. Но и опять же, когда отождествление с этим телом исчезает, все тела – это мое тело. Ты не видишь никого, как только самого себя. Забудь о том, кто хочет достигнуть этого состояния. Я. Кто вот этот Я? И если ты будешь исследовать, вот этот Я исчезнет в этом состоянии. И тогда ты поймешь, что вот это состояние – это твое естественное состояние. Ты. Это твое естественное состояние – одно и то же. Оно не твое. Это ты. Это реальный ты. Ты. Ты думаешь, что ты – тело. Когда эта мысль исчезла, когда исчезла эта идея, что Я – есть тело, Я – есть тишина, понимается, что Я – есть тишина. Тогда Я – тишина и все остальное. Ну, вот это вот конечное. Ну, потому что первое – это вот Я – вот это. Потом Я – вот то. Потом Я – вот это и то. А потом ты говоришь, подожди секунду. Если вот это и есть то, или там нет Я, или Я – есть все. Вот это и то – одно. Мой отец и Я – одно. Нет двух различных сущностей. Все еще там есть? Вот. Вот. Продолжение следует... Но то, что ты ищешь, это не это состояние. Ты ищешь того, который ищет вот это состояние. Кто это? И он исчезает. И есть там тишина. Она здесь, прямо здесь и сейчас. Она не приходит откуда-то. И никуда не уйдет. Она просто покрыта. А тем, который ищет ее. То есть тот, который ищет тишину, это тот, который затемняет эту тишину. Есть препятствия для этой тишины. И он ищет тишину для того, чтобы он остался как отдельное существо. Потому что сам поиск усиливает эту веру. То, что он ищет, то этого нет. Тогда кто вот этот ищущий? Вот вопрос. Но потом ты не находишь этого ищущего, находишь тишину. Тогда кто осознает вот это тишину? Потихонечку, потихонечку мы добираемся туда. Кажется, что я сознаю вот эту тишину. Но в действительности ты и есть вот эта тишина. Ну или потому, что есть сознание, ты сознаешь бытие вот этой тишиной. И эта тишина, она открывает сама себя. Самой собой. Для самого себя же. То есть нет Цезаря, который осознает тишину. И это тишина, которая осознает Цезаря. И в то же самое время она осознает бытие. осознание того и другого одновременно. Как одно. Осознаешь двоих, при этом будучи одним. Это единственное, что тебе нужно делать. Ничего. Некоторые люди не могут сразу стать спокойными. Прямо сразу. Тогда им нужно исследование. Кто не может быть спокойным. И оно становится спокойным. И ты можешь это делать, при этом гуляя, кушая, даже разговаривая. Даже думая. Кто думает. Как вас зовут. У меня такое было уже в течение 10 лет. А то у меня сейчас достряло. I have been experiencing this five years ago, but now I'm talking. Я уже я сейчас не знаю. I can't stop my thoughts, even. You don't have to. Ты не тебе не нужно. You don't have to stop thinking. Ты не тебе не нужно останавливать мышление. You have to stop thinking that you are what you are thinking. А ты не нужно останавливать то, что ты думаешь, что ты думаешь. Если мысли, они здесь, то есть осознание мыслей должно быть здесь. И тишина это и есть осознание мыслей. Если мысли там есть, тогда посмотри, кто думает там. И ты увидишь и шум, и запутанность, и мысли. И под всем этим покой. Ты можешь быть сумасшедший в покое. Ты можешь быть полна мыслей и в то же время быть в покое. Но не то, что быть в покое, а быть покоем сама по себе. Может быть, что-то, что ты не понимаешь. К сожалению, время закончилось. Я могу тебе объяснить днем. И еще один будет сатсанка в 5.30. Если вы хотите прийти, добро пожаловать. Сегодня суббота. То есть сегодня будет в 5.30 сатсанка. И тогда я тебе в действительности могу объяснить все, что происходит там. Это движение, которое происходит как раз после того, как ты понимаешь эту тишину. Но это у меня займет где-то полчаса для того, чтобы объяснить все. Благодарю. Спасибо. Вы хорошо. Мой девушка. Так, Джулия, Лара. Лара. Жанна. А, я люблю. Жанна. Это более азиатское имя, да? Это... Л-кин. Это... Л-кин. 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 Это переводится как... Свобода. Ливерти. Ливерти. Это свобода. Перестань думать об этом. Увидимся днем. Если ты хочешь, то может быть и. А если ты просветленный, тогда из-за вечера? Да, от вечера до вечера до вечера. Всего вечера. Всего вечера.